Приветствую вас. Я думаю, что со своей коллегой Еленой я соглашусь и скажу, что вы не завершили свои отношения. Для вас они по песням остаются незавершенными и, соответственно, именно это вам тяжелее всего дает. Бороться с этим не нужно, потому что за таким проявлением, за такими чувствами скрываются ваши потребности, ваши значимые потребности, ваши значимые желания, ваши значимые какие-то стремления, которые вы не реализуете для себя. Но реализуйте их через молодого человека. То есть реализуйте краски через мужчину. Вот. Пытайтесь реализовать через мужчину. Почему? А не напрямую. То есть тоска это про вас, тоска это про ваши чувства, тоска это про ваши конфликты. Вот. Которые, ну, которые могут иметь место быть, скажем так. Вот. То есть конфликт это всё провал. И тоска, которую вы испытываете по мужчине, она, в принципе, связана с этим. Она связана с этим. Она связана именно с тем, как вы себя ощущаете. Она связана с тем, как вы себя чувствуете. Она связана с тем, что вы хотите бороться с этим, означает подавлять себя. Я не думаю, что подавлять себя это сколько-нибудь хорошая, качественная идея. Вот. Которая вам, хоть как-то поможет и пойдёт, собственно, на пользу. Вот. Поэтому, мне кажется, что именно так вам и можно ответить на ваш вопрос. Для завершения отношений необходима работа, индивидуальная работа, например, в стиле гисталтерапии. Ну, в области, в области гисталтерапии, например. Сейчас именно гисталтерапия, она наиболее эффективная, при всем таком незавершённом. Вот. Но бывают, конечно, и всякие разные истории, другие, другие разные истории. Тоже бывают, безусловно. Вот. Тут очень важно понять, насколько вам всё это сложно, тяжело и так далее. Вот. Дальше важно понять, что вас с мужчиной связывало, а если связывало действительно. Почему вы расстались и из-за чего вы расстались. Вот. Это тоже очень важная такая история, это тоже очень важный момент, потому что вы пишете, значит, очень давно не общались с человеком, в котором были отношения. Сейчас у меня хорошо отношения, работа, хобби. Вот. То есть, как вы расстались, да, что у вас тогда было, что с вами тогда было. Ну, всё это, ну, всё это желательно исследовать, потому что от этого всего напрямую зависит то, что сейчас с вами происходит, то, что сейчас вы чувствуете. Вот. И я думаю, что самостоятельно вы не справитесь, потому что ваши мысли, они текут в очень привычном направлении, в очень привычном русле. А вам мысли нужно направить в непривычное для вас русло. Вот. Нехарактерное для вас русло, чтобы вы увидели, чтобы вы поняли, что стоит за вашими переживаниями теперь. Вот. Вы можете сами подумать, что вы хотите ходить. То есть, вот вы пишете, что вы ищете человека взглядом в толпе, да. Так, да, еще его глазами. Мысли о нем, тоска. Вот. Что хотите. То есть, что конкретно вам хочется в его контексте. Вот. Умом понимаете, что не людям. Умом, да. Но здесь важна работа не с умом, как раз таки. А здесь важен вопрос именно про чувства ваши. То есть, дело здесь не в уме, да, не в разуме, а именно в чувствах. Именно, если угодно, в подсознании. Именно, именно это является важным. Так что, на ум здесь полагаться не стоит точно совершенно. Вот. А вот, поработать с чувствами и с чувственным интеллектом вполне тебе можно, важно и необходимо. Для чего и нужен психолог. Потому что слишком короткая у вас информация, а слишком мало информации о себе. Вот. А, как бы, проблема такая может быть достаточно серьезная, потому что отправляет вам вашу жизнь. Вот. То есть, вы, грубо говоря, подумайте, насколько вот вы хотите, допустим, ну, решить свою проблему, да. То есть, если хотите, то обращайтесь, мы вам поможем. Ну, можете зрение почитать, конечно, про недовершенные отношения, но в практике показывать, что чтение живолипа помогает только лишь для получения каких-то, вот, таких, общих, скажем так, сведений, сведений. Ну, вот. А, 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 общие сведения, ну, помогает, вот. Но не решать это самой проблемой по себе, к сожалению. Ну, и, в общем-то, напрягает меня тот факт, что вы хотите в себе что-то порадить. То есть, если вы хотите в себе что-то подавлять, значит, скорее всего, вы это делаете. То есть, для вас это такая привычная история подавлять себе что-то. На мой взгляд, это неприемлемо. Ну, то есть, по отношению к вам это очень обесценивающая позиция. Поэтому, если вы по жизни идёте с такой позиции, что я должна, допустим, подавлять свои чувства, подавлять свои эмоции, если вы по жизни идёте с такой позиции, то это очень серьёзный деструктив, который также нужно скорректировать. Ну, потому что, ну, ничего хорошего вам не принесёт. Вот. 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 Примерно. Примерно. Так. Я бы ответил вам на ваш вопрос. Да. Нужно отказаться от той модели поведения. И, возможно, от того отношения, от того отношения к себе, которое у вас есть. Вот. Потому что оно идёт вам во вред. Вот. Ну и подумайте, соответственно, насколько вы удовлетворены своей жизнью. Вот. Удовлетворены ли вы вообще в своей жизни? Что вы хотите, что вам нужно, чего вы желаете, в чём вы нуждаетесь. Вот. 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 И так далее. Вот. Это очень такой важный тоже момент, вот, на который вам необходимо обратить своё внимание пристально. Потому как неудовлетворённость, ваша неудовлетворённость, она влияет на, влияет на, ну, на чувства ваши, на ваши поступки, на ваши поведения. Вот. К сожалению. Поэтому вот это тоже необходимо всё подкорректировать. чтобы, ну, чтобы можно было вам помочь, допустим. Вот, в принципе, так. Я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился, понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится должным образом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...